ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как того и требует статус хозяек, шли впереди. Гости из Чехии постоянно наступали, так сказать, на пятки. И все-таки после первой половины 38-37 в пользу Праги. Преимущества, образно выражаясь, никакое. А может, третий игровой отрезок как-то прояснит ситуацию? Увы, общее положение только усугублялось. И не всегда в пользу УГНК. Надо дать должное команде. Они действительно занимают не зря с первого места в Евролиге по пропущенным местам. То есть они не дают просто так забить. И нас они достаточно плотно, помимо того, что опекали, еще и разобрали каждого. И было очень сложно все равно приспособиться к этой веской игре. Прага действительно смотрелась приличной со вкусом. Подопечные Хейковой подбирали почти все, что могли. А в атаке верховодила Катерина Элхотова. Она стала самым результативным игроком матча. В ее активе 25 очков. Правда, подруги Кати не всегда были точны в передачах. И там, где это представлялось возможным, хорошо играла наша защита. Ну а потом пошли последние минуты четвертого игрового отрезка. Все, что было до этого, уже не важно, какая разница, кто больше преуспел в подборах или промазал по кольцу корзины. И обе стороны понимали, что победителей не осудят. И вот они ключевые моменты поединка. Благодаря дальнему броску Жени Беляковой счет становится 73-73. Здравствуйте. Без особых умственных поток уже можно было догадаться, что десерт будет самым вкусным. Последние две секунды на размышления Даяна прицелилась и тут же прозвучал выстрел. Мы не защитились от одного броска Даяны Таурази, но это был важный бросок, и я не понимаю, как такое смогло произойти. Конечно, мы расстроены, и все-таки нам есть над чем работать. Я очень рада, что мы до конца игры оставались в таком боевом настроении, смогли их дожать. И это, я думаю, многое говорит именно о духе команды. То есть, что у нас есть бойцы, которые могут взять и, несмотря ни на что, как игра складывается, выиграть. Передача Палау была точной, но для исполнения броска просто не хватило времени. А может быть, и веры в победу. Лисицы в этом отношении превзошли своих соперниц. 76-73 в пользу УГНК, которая после первого круга квалификации безоговорочно возглавляет группу «Б». Это была очень тяжелая игра. Самая настоящая битва, поскольку команда Праги входит в тройку лидеров Евролиги. У них отличное взаимопонимание между игроками, хотя, возможно, нам и повезло. Но победой я все-таки доволен. О, что вам сказать. Жалко мне, очень проиграли игру. Я думаю, что можем лучше сыграть в нападении, потому что несколько раз там не очень наладились хорошо, не нашли игрока, который должен бросать. Так что можно и в нападении, и в защите найти ошибки. И в завершении темы о самых результативных игроках в составе УГМК. Дайана Таурази 19 очков и Бритни Грайнер 15. Далее следует Альба Торренс 13 баллов и у Евгении Беляковой 11. Браво, девушки! До следующего четверга, когда наша программа снова появится в телеэфире, Артемиды Олафа Ланги еще два раза сыграют в Екатеринбурге. В воскресенье 13 декабря в рамках премьер-лиги они будут принимать Курское Динамо, а в среду 16-го, когда начнется второй круг группового этапа Евролиги, Бурж Баскет из Франции. Приходите и болейте за наших! Подопечные Татьяны Фефеловой и команда УГМК Дюбл со стопроцентным результатом завершила квалификационный этап первенства детско-юношеской баскетбольной лиги. Наши девчонки прошли без потерь оба тура соревнований и теперь сыграют в полуфинальном раунде. Они попали в группу Д, где их соперниками стали училище Олимпийского резерва имени Гомельского, Питерское, Ладога, Спарта, Эндкей, а также две команды из Красноярска. Кстати, именно в Красноярске с 22 по 27 декабря и пройдут матчи первого тура. Что ж, будем ждать приятной новости. Удачи вам, девушки!